Славься шахтеров племя, славься шахтерский труд, Мы обгоняем время, Сталин наш лучший друг. Мы любим Родину свою, тепло и свет приносим людям, Мы были смелыми в бою и славу новую добудем. Шахтеры первые силы, шахтеры парният труда, Мы любим Родину свою, народную дружную землю. Солнцу навстречу выйдет, шире и тверже шахтер, День коммунизма видит, вспышки донецких шахтеров. Мы любим Родину свою, тепло и свет приносим людям, Мы были смелыми в бою и славу новую добудем. Шахтеры первые силы, шахтеры парният труда, Мы любим Родину свою, народную дружную землю. Родину свою, народную дружную землю. Шахтеры первые силы, шахтеры первые силы, Италию. А? Да, хорошо идут. Глянь на папу, на маму, посмотри. Я к жениху невесту, правда? Что? Ну, смешно немножко. И ничего смешного нет. Завидно? Завидно. А что, старости захотел? Глупо. Нам все-таки лучше, мы молодые. А я завидую. Хотелось бы мне с тобой так же вот... Ну? ...целую жизнь рука в руку. Здравствуйте. Доброго здоровья, Степан Павлович. Поздравляю тебя. Здравствуйте. Спасибо. Здравствуйте. Дуся. Дуся, подружка моя дорогая, дожили. Здравствуйте. А давно ли я у тебя на свадьбе гуляла? Помнишь, пели? Шахтер голый, шахтер бусый, только курит папирос. Вспомнила, баба, я гибкой была. Поздравляю тебя, Степан Павлович, знаменитым юбилеем. И тебя так же, Евдокий Прохоров. Спасибо, Яков Иванович, спасибо. Да, 50 лет на шахте, это брат всем юбилеем. Да что ж мы на дороге стоим? Пойдемте вместе. Нет, нет, нельзя. Такая путь-дорога у человека раз в жизни бывает. Вот вы и пройдите по ней вдвоем, а мы посмотрим на вас. Порадуемся. Пошли, пошли. Лида, ты мне скажи, ты меня любишь? Люблю. Да? Ну тогда сегодня же объявимся. Что? Боюсь. Клянусь, я же все равно своего достигну. Да? Да я не только у нас на шахте, я во всем Донбассе лучшим новоладбойщиком буду. Ты мне только скажи, ты меня любишь? Люблю. Клянусь, я же. Вы никому не расскажете, мы всегда здесь останавливаемся. В 41-м пришлось ему взорвать эту станцию. Ни у кого рука не поднималась, он взорвал. А потом, вот вы не поверите, он у меня в машине плакал. Ну, просто как женщина плакал. Даже меня до слез довел. А потом восстановление. Сколько он здесь своей жизни положил, никто не знает. Один я знаю, да его жена. Так же теперь я сам без спроса здесь останавливаюсь. Пусть порадуется. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, вы тут торжественные речи говорили. Вино пили. А я, извините, как заведующий шахтой привык больше к балансам. И выступлю как бухгалтер. Вот за свои 50 лет работы на шахте в Донбассе, сколько же Степан Павлович нарубал угля? Ну, как вы думаете? Это подсчитать немыслимым. А вот если так вот собрать весь этот уголь, вот сразу вместе, это, ну, вся наша советская Родина могла бы целый день жить. Вот кто такой Степан Павлович Нидоля. А вот, а ведь нас, шахтеров в стране, сколько? Больше миллиона. Если каждый даст Родине один день такой жизни, наша Родина будет жить вечно. Обещал выступить как бухгалтер, а сказал, как поэт. Придется тебе, Степа, на старости лет фамилии переменить. Слов нет, хорошая фамилия. Нормально. И известная на Донбассе. Ну, как Степа, и подходящая она для тебя сейчас. Не доля. Нет, Степа, счастливая у тебя доля. Ну, а как? О, старший сын, горный инженер, порторг ЦК нашей шахты. Погоди, погоди, ты не садись, не садись. Володь Криво. Владимир Степанович, тоже горный инженер. Ведь был забойщик. А теперь лучший начальник участка на шахте. А позже. О, самая младшая. Лида. Ну, ну что, глаза потупило? Что? А? Диспетчер на шахте. Ах, если бы не праздник, я бы тебе спросил. Чего, чего? Ну, не о тебе речь. Ну, ладно, ладно. Я спросил, почему здесь в Петчерской плохо работает? Так вот, Степан Павлович, Евдокима Прохорна, ваша семья. В Москве, в знаменитой Третьяковской галереи, висят картины художника Касаткина из жизни старых дореволюционных шахтеров. Смотрите вот копии с этих картин. Петчерская галереи, висят картины художника Касаткина. 50 лет тому назад мой отец пришел в Донбасс работать. Ему было тогда всего 12 лет. Да, да, 12. На шахте, которой управлял бельгиец, он впервые в своей жизни увидел шахтера. Вот такого, как на этой картине. На шахте крутая Мария, Однажды случился обвал. На уголь оглы вы сырые, Мой верный товарищ упал. Скажи мне, Мария, крутая, Уже эта смерть застает. Я молод, Мария, другая, Меня на поверхности ждет. Шахтерская горькая доля, Фитиль в моей лампе погас. Шахтерская горькая доля, Крутая Мария, доколе, Ты будешь могилой для нас. Терпеть я не буду покорно, Проклятую лету судьбу. Шахтером из теми и черном Пора выходить на борьбу. Так много лет подряд спускался мой отец в шахту. И работал он там от ранней зари до лунного света. Потом ему посчастливило стать на работе человеком. Вот она эта счастливая человеческая работа. Вот так на четвереньках, как зверь, Ползал мой отец еще много лет, Чтобы потом получить право отдать свои силы Кайлу и Абушку. И когда его стали считать настоящим шахтером, Он встретил мою мать. Кайлу и Абушку. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так было бы всю жизнь, если бы не один день в октябре. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вот и другая несправедливость получилась. Вы мне тут как артисту хлопали. Будто я один такой хороший. А тут и получше меня люди найдутся. Да что далеко искать. Взять хотя бы Сидора Трофимовича. Каждому и всякому известно начальник шахты. А кем был? Сидорка? Драной лапочек. Потом забойщик первой руки. А теперь? И-и-и. Зачем хвалишь? Не мой жюбилей этот? Да я не тебя хвалю. Я шахту нашу хвалю. Знаменитая наша шахта. Шо, нет? И шахтеры у нас знаменитые. Я не про вруб машинистов. Про нас пусть другие скажут. Я про нашу надежу и подмогу. Про навало-отбойщиков. Вот они сидят. В ряд. Лава-клаве. Орлы донецкие. Навало-отбойщики, встать! За гордость нашу и славу нашу. За навало-отбойщиков. Ура! Ура! За лопату предлагаешь выпить, отец? Нет, я за лопату пить не буду. Здравствуйте. Здравствуйте. Нет, не буду. Верно, Трофимович? Здравствуйте. Ух ты! А? Да верно. А как же без лопаты? Без лопат ты угля не возьмешь. Или уж нонти уголек стал людям не нужен, а? Ха-ха-ха! А? А ты думаешь, без лопаты уголь не возьмем? Не возьмем? Врубовка на что машина умная? А без лопаты она никуда. Это верно. Ха-ха-ха! Никуда. Ишь ты. А ну, хозяева дорогие, налейте мне бокальчик. Поздравляю вас, Евдокия Прохоровна. Спасибо. А скажите, что сегодня засанки не пили? Поминали. Поминали? Или упоминали? Упоминали. А как упоминали. А пить не пили. Что же это вы за лопату пьете, а засанки не хотите? А? Что? Я говорю, раньше говорили на шахте, без санок никуда. Так, тогда же транспортер появился. Ну, а санки зачем? А, появился транспортер и санкам конец, так? Ну, ясное дело, а как же? А канагон? Что канагон? Исчезла первейшая личность на шахте. Канагон Свистун. О нем даже песни пели. Подожди, как это? А канагона молодого несут с разбитой головой. Где же теперь канагон? Так электровоз же, Алексей Федорович. Ах, электровоз, Алексей Федорович. Ну, товарищи, что вы там танцы? Ну, зачем ты останавливаешься? Пускай веселятся. Веселите девушку. Да нет, они не станут. Причем, а обушок? Что обушок? Ну, ведь забойщики тоже говорили, что без обушка на шахте никуда. Так? А ну-ка, покажи мне здесь за столом забойщика. Да ну, Алексей Федорович, ну что? Не хочешь? Ну, тогда я сейчас как-то и скомандую. Забойщики, встать! Смотри, нет забойщиков. Ай-яй-яй, исчезла первейшая личность на шахте. Забойщик, а? Ай-яй-яй, ай-яй. Так теперь же врубовка, товарищ секретарь. А? Врубовка? Ну да, правильно. А при врубовке? Что? А при врубовке непременно навал отбойщика. А как же? Не понимаю, при машине лопата. А, разыгрываете. А как же врубовку без лопаты? Да вы же знаете. Она ж наваливать-то не умеет. Ну, а не умеет, значит, и ее туда же. Куда? Ну, где об ушоке этот, кнут? Кого? Врубовку. Легче, легче, Алексей Федорович. Машинистов не трос. Это техника. Не спорю. Техника уважаю. Но вот беда. Вчерашняя эта техника. Ну, ладно, ладно, ладно. Согласен, сегодняшняя. Но зато ведь не завтрашняя. А нам в завтрашний день глядеть надо. Спасибо тебе, товарищ секретарь. Спасибо за речи твои, утешил. Так вот, Сашко, значит, выходит так. Юбилей справим, и нас с тобой, как старину, в музей под стекло. Интересно. Зачем же это в музей-то еще и под стекло? Так оно выходит. А ты что ж думаешь, я приехал к тебе на праздник так, с пустыми руками? Нет, я тебе привез подарочек. Да я уже чул. Это еще не про то почуешь. Дмитрий Иванович, прошу, прошу. Дмитрий Иванович, прошу. Я хоть машину сам лично не видел? Ах, не видел. Нет, нет, тоже модель. Я видел модели, потом понятия имею. Одним словом, комбайн. Сам косит, сам молотит, сам и в мешки высыпает. А, слыхали, слыхали. Так вы еще до войны опыты делали. Кажись, на 30-й шаг. На 30-й. Нет, 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 то совсем другой комбайн был. И действительно не очень удачный. Ах, то неудачный. Неудачный. А вот у соседей на 5-й бис тоже пробовали комбайн, да? Пробовали. И тоже неудачный. То опять другой комбайн был. А, вот видите. Вот, Степан Павлович, в нашей стране над этой машиной уже много лет работают. А теперь вы, значит, новую привезли. Вашу. Да, новую. Но только не мою. Я ведь не один. У нас целый коллектив. Ой, смотри. Усы меня нет. Нет, нет. Я в эту машину верю. Товарищ изобретатель. А она пойдет? А как же. У меня на шахте-то не пойдет. А, ну-ну. Эх, хлопцы. Что, что же? Нет, я хочу сказать, что великая честь выпала нашей шахте. Великий нам труд. И за это будет великая слава. Он в ближайшее время приводит к нам. Это мудрая машина. И вы сами увидите. Да нет, не в ближайшее время. А в данную минуту прибыла на шахту эта мудрая машина. И внимания к себе требует. Слушай, это что же за танк такой, а? А как же это он в шахту попадет? А? Ствол для него особый пробьют, что ли? А вон, а чертяк, а не в один ствол не вижу. Здравствуйте, товарищ изобретатель. Так вот относительно ствола. Машина собирается и разбирается по частям. Пар с режущей частью, это отдельно. А что ему резать, полагать? Да ясно же уголь. Вот вопрос. Это же просто врубка новой конструкции всяких. Нет, это комбайн. Он сам рубит, сам отбивает и сам наваливает. Ну, а человек просто кнопками управляет, вот и все. Вот это да. Ледокол? Ледокол. Сам наваливает, говорите? Да-да. Ну, а где ж тут навал-отбойщик? А вот, грузчик. Включите. Есть. А ну, попробуем, как он работает. А ну, давай. По-моему, очень удачная машина. Ты смотри, как здорово действует. Да побачите, товарищи изобретатели. Кирином сообщат. До свидания. Ай, машина. Сила-то какая, а? 60 киловатт. 60. Верно, угадал. А я не угадаю, я по звуку определяю. А вы что же, группа машинистов? А, группа машинистов. А это что, отбойная штанга? Верно. Здорово. Красивая ваша машина, ничего не скажешь. Первый раз такую вижу. Новая. Первый образец. Интересно. Возьмите меня поработать на ней. Да вы что? Нельзя. Нет, вы серьезно? Не пожалеете. Так с дорогой душой. Да видите, собственно говоря, бригада для комбайна уже подобрана. Портком отобрал людей. Но уж если вы так сильно хотите на этой машине работать, пожалуйста. Я охотникам рад. Эх. Что это? Возьмите меня. Куда? А вот сюда, к этой машине. А вы что, тоже врубоживаете? Нет, я шофер. Да хорошо, что вы видите. Да нет, мне сколько раз предлагали на шахту, я отказывался. Почему? А я скорость уважаю. Я люблю, чтобы ветер свистел. Чтобы столбики навстречу бежали. В общем, чистый воздух. Это чудак. Ну, в шахты там не разгонишься. Ну да. А на эту машину я бы пошел. Уж больно машина занята была. Я эту машину с детства люблю. В МТС с тракторами дело имел, на фронте танки чинил. А вот такой не видел. Интересно. Интересно. С механикой, может, ты и знаком. Я не знаю. Насчет горного дела. А что, я человек грамотный. Я семь классов закончил. А владею горным делом. Так возьмете, а? Ну, чего это вы? Вот пришло таки времечко. Чтобы наняться в шахтера, человек говорит, я грамотный. Я семь классов кончил. Да, грамотный и теперь нужный шахтер. А? По всему видно. Так берете, а? А это уж как машинист скажет. Беру. Сделаю из тебя шахтера. Как твоя фамилия? А? Чего? Фамилия, говорю, как? Да нет, уж лучше я потом назовусь, как оформлю. Оштрафился. Чего? Не, говорю, милиция тебя по ней разыскивает. Да нет, фамилия у меня неудобная для шофера. Некоторые даже смеются и будут. А ты обьевись, не стесняйся. Постойка. Так чего стоять? Ну, а ты вы тоже. Фамилия моя такая, постойка. Сами рассмотрелись, другим показали. Теперь за делом. Разбирайте комбайн, готовьте к спуску. Есть. А мы пойдем поговорим. Закурим? А? А твоей фахте захочет, да нельзя. Спасибо, Сидат Рабимович. Я не курю. Зачем, Рабимович, что же не курю? Не курю, а папиросы всегда при себе нерегом. Ну, папиросы как-то легче разговор начать. Ну, щитрить не буду, прямо спрошу. Сосет у тебя подбожечка. А у вас? Сосет. Знаете, что я могу? Я не только верить могу. И мы тебе верим, дорогой ты мой. И все шахтеры верят, Димитр Иванович, в ваш комбайн. Ну, шо по шахте пошел? Мы можем только верить. Это должен знать. Ты же конструктор. Вот потому я и спрашиваю. Мне твоя уверенность нужна. Так. А то что же, Сидат Рабимович? Ободрить меня на дуку. Или характер мой проверяете, а? Я-ка, я угадал. Раскусел, раскусел. Ты на меня, на старика, не обижайся. Я и тебя верю, и в твою машину. И лаву хорошую подготовили. 120 метров. Ну, какая лава? Подарочек. Хоть в футбол играй. Ну, чего тебе еще надо? Ну, говори. Дайте закурить. Да-то не волнуйся. Пойдет комбайн. Давай его в шахту. Да-то не волнуйся. Пойдет комбайн. Вот оно что делает. Опять заел. Стоп. Не встаю, ну. Ну, не могу я видеть ваше спокойное лицо. А? Ну, говорите, ругайте меня все равно, но только не молчите. А за что вас ругать? Ну, три недели я вас мучаю. Три недели простаивает такая лава, а комбайн еще не сдвинулся с места. И вы думаете, я не знаю, сколько из-за меня не додано угля? План не выполнен. Ну, о плане пусть же это у нас голова болит. А вы о машине думаете? Да не я виноват. Вот одно решишь, другое является. Нет, виноваты. Только смотрите, до чего вы себя довели. Нервничаете, по целым суткам не выходите из шахты. И себя замучили людей. Да вы не беспокойтесь. Да, товарищ, смена давно закончилась. Идите домой отдыхать. А верно, ребята, давайте. К вам это тоже относится. Чего? А машина-то? Идите-дите отдыхать. Павел Степанович. Я. Ну, дайте мне остаться одному в машине, посидеть и подумать. Нет, в таком состоянии, Дмитрий Иванович, ничего нельзя придумать. А вы знаете, что сейчас нужно вашему комбайну больше всего? Что? Чтобы его конструктор принял горячий душ, хорошенько бы выспался, хорошо поужинал, отдохнул. А все вы очень хорошие люди. И всем я вам очень благодарен. Но неужели вы не можете понять, что... Что мы вам смертельно надоели? Да нет, что мне сейчас важнее всего. Важнее жизни, важнее покоя. Это чтобы пошел комбайн. Чтобы комбайн пошел. Он пойдет. Только нужно отдохнуть, Дмитрий Иванович. Павел Степанович. Ну? Ну, еще один час. Один час? Ну, честно. Ну, честно. Смотрите. Смотрите. Павел Степанович. Ну? Я, конечно, дисциплину нарушать не могу. Вы же знаете, я человек военный. Но, сами понимаете, как же его одна у вас стать? А? Ну, ладно. Оставайся. Есть. А уголь, это хлеб заводом, это узнать нам всем пора. А значит, надо полным ходом гнать нам уголь на гора. А как любить тебя, такого мало рубишь ты угля. А не ходи к нему с дедома, не расстраивай меня. Ну и варенье. Одно слово, райские яблочки. Только я думаю, что таких и в раю нет. Ешь, ешь, Сидор Трофимович, если нравится. На доброе здоровье ешь. Там много съесть неудобно. Оставлять жалко. Я тебе баночку насыплю, домой отнесешь. Да при чем тут райские яблочки? Ты прямо говори, зачем пожаловал? Не хитри. Нет, верно, хорошее варенье. Да ты не крутись, я ж тебя знаю. Да? Я ж твои подходы насквозь вижу. Ну, врать не буду. Положение аховое. Имеешь в виду план? Вот именно. Мы не додали... Шесть тысяч тонн. А где их взять? Не одолжишь? О! Что? Сегодня и звезду потушат. Все сказал или на душе что оставил? Все, Стек, теперь все. А теперь и я вижу, что все. А какой это день сегодня? Не воскресенье? Ну, как будто так. А что? Что ж ты в воскресенье и сам беспокоишься, и людей беспокоишь. В воскресенье ж отдыхать полагается, гулять. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Погуляешь тут, когда такое положение. Я тебя обманывал, когда скажи. Да-а-а. А? Нет, за 50 лет ни разу. Тогда значит так. Бери яблочки и нажуй. Ха-ха. Думал и я над этим вопросом. Тоже ночей не спал. В общем, яблочки хвалил. Подожди, а та старуха обидится. Куда? А я пойду. Куда? На танцульке. Здравствуйте. Здравствуйте. Здорово. Не подпался. Здорово. Васю не видал? Нет, не видал. Да? Здорово. 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 Я еле жива от этого катания. До сих пор голова круглась. Ну, ты же сама виновата, ли я? Я? Интересно, чем же это я виновата? Ну, я же говорю. Скажи, люблю и отпущу. Вот еще глупости. Ну, раз не говоришь, отрицаешь, так я и эх, еще и же. А все-таки сказала. Ты через силу сказала, чтобы отпустила. Значит, неправда сказала. Ну, конечно, неправда. Да разве можно тебя любить, хвостуна такого? Вот. Тухарь-купец. Ну, что это за характер у тебя такой невозможный? Ну, что ты за человек? Я? Да, да, ты. Держи. Вася. Вот он там. Да. Вот какой я человек. Понятно? Хорошо, ты ногами работаешь, человек. А, здравствуй, Степан Павлович. А я и руками могу. А головой? А вы-то к чему, Степан Павлович? А к тому, что я лебеду домой забираю. Чего, чего, чего? Чтобы зря не ревновал. А ты бегом обойди всю бригаду, передай мой приказ. Чтоб завтра с первыми петухами быть нарядной. Понял? Ага, а зачем? Ты беги, что-то беги. Потолкуем перед сменой. Может, придется и другие бригады на соревнования вызвать. Надо, Вася, комбайн выручать. Вот какое дело. А, ага. Есть у меня одна мысль. И ни одной живой мысли в голове. Все перепробую. А машина, как взбесившийся конь. Вот. Не угодно ли? Да. Чтобы такую паутинку разорвать, действительно нужно, чтобы взбесились сразу все сто лошадиных сил. Вы инженер? Инженер. Я здесь частый гость у вас, на правах соседа. Вот стою в сторонке, наблюдаю. Очень меня машина интересует. Да, вниманием публики я не оставлен. Как тенор. Целый день ходит и любует. Машина любуется. Позором моим. Изнервничаю сегодня, Дмитрий Иванович. Послушайте, вот вы инженер. Не доля, Владимир Степанович. Позвольте, здесь только что был не доля. Так кто же мой брат? А, понимаю. Ну что же, по очереди около меня дежурить. Всей семьей, как сиделки у больного. А я не болен. Слушайте, не болен. И машина моя не больна. Греется. Греется. Все время греется. Хоть чай на нем кипяти. И уголь теплый, даже горячий. Ну, теплый. О чем это говорит? Горняку это о многом говорит. Слишком уголь измельчили. Ну? Ну, а значит, режущая цепь комбайна забивается мелким углем и должна его перемалывать. Вот и дополнительное сопротивление. Да что вы мне толкуете? У нас для мелочи специальное приспособление есть. Вон, Раштыбовщик. Вот он и должен все мелочи отбирать. Должен. Что? Нет, я говорю должен. Ну? Только должность он свою неаккуратно исполняет. Так что ж ты мне раньше не сказал? Говорил, Димитриан. Не помню. А ну-ка, включи машину. Есть. А можно, чтобы Раштыбовщик быстрее, быстрее работал? Это если увеличить число оборотов? Правильно. Послушайте, это надо проверить немедленно. Эх, жаль, все разошлись и механики, и слесаря. Вот вы мне сейчас мою бригаду. Что? Бригаду. Дайте мне мою бригаду. Не могу. Почему? Дмитрий Иванович, как вы думаете, сколько сейчас времени? Ну, 12. Без 10 минут час. Ну? Люди спят, им ведь тоже нужно отдохнуть. И потом, Дмитрий Иванович, вы не человек слова. Да не могу я сейчас отдыхать, понимаете, не могу. И все равно, ведь я не сомкну глаз, пока я не проверю этой мысли, вернее, предложение инженера... Не доля. Не доля. Есть уверенность в успехе? А? Так, чего-то уверенности нет, но... Ну, я должен это проверить немедленно. Утро вечером, мудренее. Ну, конечно, вы хотите сказать, что три недели ничего не получалось, можно подождать еще одну ночь. Я очень сочувствую вашему непонимению. Да, сочувствие здесь хоть отбавляю. Дмитрий Иванович. Ну? Ну, ну. Ну, нужно отдохнуть. Это я уже слышал. Это баня, ужин, сон. Смотрите, какая забота о живом человеке. Да-да, большевики это считают своим долгом. Ну, да. А бригаду мне мою дадут или нет? Нет. А может быть, утречком, Дмитрий Иванович? Утречком. Поехали в лаву, мы вдвоем справимся. Дмитрий Иванович, а я думаю, вам верно советуют. Да? Угу. Солнышко взойдет, все и прояснится. Да-да, министр телефона, Александр Федорович. Садись, Александр Федорович. Сиди, сиди. Здравствуйте. Да-да, мы с вами по три раза на день здороваемся. Тут рядом со мной. Дмитрий Иванович. Нет-нет, он не собирается пускать рук. Наоборот, собирается пустить кулаки в ход. Ну, о делах он сам лучше меня расскажет. У меня еще ничего не известно. Не могу я, товарищ. Может, вы и скажете. Так он же вас вызывает. Да нет, ну скажите, что я не готов я к докладу. Никакого доклада не нужно. Не не встану. Здравствуйте. Здоровья? А здоровья хорошая, товарищ министр. Почему не звонил? А у меня еще ничего не получилось. А вот как получится, так я вам с радостью сам позвоню. Что? Приехать хочет. Вон куда пошло. Да, товарищ министр, ведь ну сколько ждали-то. Ну подождите еще немножко, а? Вот потому что не ладится, я и должен к вам приехать. Одна голова хорошо, а две говорят еще лучше. Поговорим, посоветуемся. Завтра утром я вылетаю в Донбасс. Беда. Ой. Ой. Скажите, как мне найти конструктора Трофименко? Ой, кто там? Это я, я еще конструктор Трофименко, вы знаете его? Конечно, знает, который с комбайном. Да-да, который с комбайном. Вы не знаете, где он живет? Как же знаю. Эту вот комбалку перейдете, там еще мостик такой. Так вы не прямо, а чуть в кость. Здравствуйте. В правую сторону. А потом будет улица, которая к шахтям идет. Так по этой улице третий или четвертый. Нет, третий дом. В общем, просто найти. Да, уж проще некуда. А хотите, я провожу вас? Спасибо, но... Нет, нет, ничего. Обязательно провожу. Спасибо. Идемте. Идемте. Что же нам делать? Что же нам теперь делать? Да, и дождь как наружу. Он, вероятно, поздно приходит. Наверное, день и ночь в шахте. Не ладится у него с комбайном. А вы не расстраивайтесь. Машина пойдет. А вы верите в это? Я? Вот мой отец, он почетный шахтер, так он, он очень комбайн одобряет. А Володька критикует немного. А кто это Володя? Это мой брат, он инженер. А что же он критикует? Ну, он говорит, есть некоторые, как это, технические несовершенства. Так вы не расстраивайтесь, он еще молодой инженер, и, конечно... Нет, он прав, очень прав. Есть несовершенства. Но обязанность конструктора-то в том состоит, чтобы преодолеть и победить. Ну, и Павел об этом же говорит. А Павел кто? Это тоже мой брат. Он парторг шахтера. Да у вас тут целая шахтерская династия. Мы здешние. А твой жених что думает о комбайне? Он против. То есть он не против, он заново ему обидно. Только вы не думайте, он не отсталый человек, он тоже за комбайны. У нас за этим конструктором так все и ходят, надеется. Да. А вы кто же ему будете? Сестра и товарищи? Сестра и товарищи, мама и няня. Значит, жена. Витя. Мера. Ну, наконец-то ты приехал. Ну, знаешь, долго же тебя надо просить и ждать. Да поздоровался. А что вообще думает конструкторское бюро? Почему они молчат? Ведь сколько раз я тебя просил по телефону. Приезжай, приезжай, а ты... Витя, ну ведь дождь. Ах да, ну прости меня, Вера, здравствуй. Здравствуй. Спасибо, Лидочка, до свидания. Спасибо, до свидания. Простудишься. Не надо вас, не надо. Ничего, ничего. Вот настоящая любовь. Вот смотри, мы предлагаем перебрать всю цепь и разрядить зубки. А это еще зачем? Этим снять излишнее сопротивление. Да, но... Нет, нет, ты глядись, глядись. Вот смотри. Верно, Верно, Верно. Умница, умница. Это не я умница, это все конструкторское бюро умница. Всем миром сидели, рассчитывали. А мысль позвал Александр Иванович. Кстати, привет тебе. Спасибо, спасибо. В общем, там только все о тебе и думают. То есть о тебе, как о тебе, думаю одна я. А все о машине, ну и о тебе тоже. В общем, вот из-за этого я и задержалась. Да, и работа тут всего часа на два, на три. Да, это надо все немедленно проверить. А знаешь, Вера, я тебе не все сказал. Я тебе не сказал самого главного. Завтра или послезавтра здесь должен быть министр и решится судьба машины. Вот если бы успеть все сделать и проверить, если ты рашки попщик, а утром... А уже утро. Да, рассвет, смотри-ка. А это не первый рассвет мы с тобой так встречаем. Помнишь, как мы с дипломом сидели? Да, и перед зачетами тоже. Да, особенно когда предстояло это ужасное сопротивление материалов. Ты помнишь, я над ним плакала? Да, правильно, правильно. Ну, что правильно? А? Ну, конечно, правильно. Это я о режущей цепи подумал. Ну, а теперь в шахту. В шахту. И чего вы тут добиваетесь? Чего расселись-то, а? А ты молчи. Что? Машина молчит, и ты молчит. Непонятно. Здравствуйте, контрольный. Здравствуйте. А что это вы тут делаете? А неизвестно. А вот пришли поглядеть на вашу машину. А, ну, глядите, глядите. Поглядеть-то выходит не на что. Стоит машина? Стоит пока. А пойдет? Так. Это что же вы пришли меня обидеть, да? Так я вас предупреждаю, я ведь обижаться не стану. А зачем же обижаться? Мы вам пособить пришли. А чем же это вы мне пришли пособить? А вот этим. Вот. Стой, Вася, не задирайся. Много уголька задолжала ваша лава, пока комбайн стоит. Много. Так вот, берем мы ваш долг на себя. Сверхударно покроем. Так, что ли, я говорю, ребята? Да так. Докажем тело, рванем. Всю шахту вызываем. Значит, лозунг у нас такой. Поможем новой машине встать на ноги. Ну вот опять. Да не до шуток. Что-то плачет. Вот так, товарищ конструктор. Спасибо вам, товарищи. Спасибо. А долг, ребята, за нами не пропадет. Скоро вернемся. Значит, надеетесь? Да, надеемся. А куда же мы тогда с лопатой? Выходит, помогаем мы вам, товарищ конструктор, себе на голову. Как в той песне поется. Вынул саблю, вынул острую и зарезал сам себя. Ну что ж, пока не поздно, ломайте. Чего? Чего ломать? Машину мою ломайте. Отдевшись, видишь, влип. Вот опять. Отстань, отстань. Ну ладно, шутки в сторону. Пошутили, посмеялись и хватит. Да, Дмитрий Иванович. Да? Я хочу вас по-серьезному, душевно спросить. Как же с нами-то будет? Все-таки привыкли мы к своей профессии. Так машина вам даст новую, лучшую профессию. А, так ведь всех-то за комбайн не посадишь. А почему вот всех и посадить? Здравствуйте, товарищи. А вы разве не слышали такую цифру? 500 миллионов тонн уголя в год. Сталинская цифра. Так вот, чем же вы собираетесь эти самые 500 миллионов взять, а? Лопатой? Чего? Да нет, лопатой тут не возьмешь. Возьмем машинами. Вот вы считайте, ведь вы же грамотные. Сколько потребуется механиков, помощников, машинистов, слесарей, электрослесарей, водителей электровозов, горнопроходческих комбайнов, породы погрузочных машин. Армия! 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 Хороший народ, горячий, особенно власть. Дмитрий Иванович, есть известие, министр вылетел в Донбасс. Как вы, готовы? Страшновато, Павел Степанович. Ну, давай, Андрей. Давай. Есть. Вы прямо в комбинат? Нет, а у нас очень много неотложных дел. У нас самые неотложные дела сейчас на шахте 4 БИС. А идет у тебя уголек? Идет. А как, товарищ Министр? Что, долг? Да, да, должок за вами, товарищи, должок. Свои долги помним, товарищ Министр. Помнить мало, а сдавать надо. Так ведь вот, все бригады сверхударно долг шахты Липинет. Товарищ Недоля развернулся. Это какой Недоля? Старик. Степан Павлович? А ну, заглянем к нему, надо с ним поздороваться. Я боюсь, что плохо, товарищ Министр. Степан Павлович. Здравствуйте. Здравствуйте. Что там? Что-то все в один голос о здоровье стали спрашивать. Я даже забеспокоюсь. Здравствуйте. Здравствуйте, Степан Павлович. С комбайном соревнуете? Нет. Выручаем комбайн. Вам придет время, он вас выручит. Да надеюсь, что так, товарищ Министр. Да, конечно. Поверите, мне эта машина двадцать годов жизни прибавила. А комбайн, думаю, еще летком десяток поработать дозволит, да? А ведь верно, Степан Павлович. Пойдемте с нами к комбайну, посмотрим, как помочь ему. Да задолжали мы уголек, товарищ Министр. Да-да, задолжали. Рассчитаться надо. Извините. А, ну, не будем вам мешать. Будьте здоровы. Будьте здоровы. До свидания. Будьте здоровы. Комбайн! 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 Сама открывается, вон в огонь нажимается, красота, красота. КОНЕЦ 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 ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Все. Что случилось? Поломка? Да нет, перекурка. Вот только жаль, в шахте курить нельзя. Что у вас тут? Я-то 30 вагончиков подготовил. Ну, что для такой машин 30 вагончиков? Минута, вагон, минута, вагон. И больше порожняку нет? Все отдали под другие лапы. Комбайн выручаем, ликвидируем долг. А? Что, как? Вы комбайн выручаете, а он опять вас подвел. Видишь, как лихо заработал. Разве тут все сразу сообразишь? Тут и академик споткнется. Гук. 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 Горно-угольный комбайн, точнее. Сокращенно Гук. Как гукнется, так и откликнется. Да, да, у нас даже пословица пустили. Кому Гуки, а кому Муки. Да, незавидные названия, Алексей Федорович. Скорее на кличку похоже. Надо окрестить машину. Как думаешь, машинист? Машина без имени, все равно, что человек без паспорта. Правильно. А в паспорте всегда указано, кто, чей, откуда родом. Дмитрий Иванович, Я предлагаю этой машине дать почетное имя Донбасс. Так вам, значит, понравилась машина? Понравилась? Да. Это не то слово, Дмитрий Иванович. Машина не девушка, ей в любви можно не объясняться. А вот поверить в вашу машину, товарищ конструктор, я поверил. И думаю, что не ошибся. Да, а порожняк? Порожняк? Да. А порожняк будет? А не будет, тогда начальник комбината сядет на электровоз. Порожняком мы дело наладим, товарищ министр. Главный инженер? Я. Станет десятником откатки? Ясно. Всю работу придется перестроить совсем по-новому. И твоя машина пойдет без всякой задержки. Так сколько вы намерены внедрить таких образцов в ближайшее время? Мечтаю, товарищ министр, еще о двух-трех машинах. Значит, всего четыре. А что, если пять? А что думает начальник комбината? У нашего конструктора комнатные масштабы. А как вы размахнетесь? Девять-десять комбайнов, не меньше. Ну, легко на пальцах подсчитать. Три, потом пять, и как предел мечтаний девять. Десять? Десять. А нужно пятьдесят. Пятьдесят? И только для начала. А, да-да. Пятьдесят, пятьдесят. Но ведь надо еще произвести испытание машины в широком масштабе. Вот это и будет вашим испытанием в широком масштабе. Да-да. Нет, я... Послушай, Алексей. Послушай. Тебя не удивила цифра пятьдесят? Откровенно скажи. А я разве когда-нибудь говорил с тобой неоткровенно? Понимаешь, новую машину нельзя внедрять по-старому, со скрипом, годами. Времени-то. Да и люди у нас теперь не те. Люди у нас теперь опытные, к любым машинам привычные. Знаешь, о ком я подумал, когда сказал пятьдесят? Знаю. Помнишь? Сорок первый год. Еще немцы были в Донбассе. Товарищ Сталин сказал нам, надо всерьез заняться вопросами восстановления Донбасса. Да, он всегда далеко вперед смотрит. Поэтому нам удалось так быстро восстановить Донбасс. КОНЕЦ 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 Хорошо играет. А ты что ж думал, перевелись гармонисты в Донбассе? Пятьдесят, пятьдесят. Ну что такое десять комбайнов? Меньше чем с цифрой пятьдесят к товарищу Сталину идти нельзя. А может, пятьдесят мало? Откровенно, хочешь? По-моему, и пятьдесят немного. Подумай, Леш. Мне ведь с этим товарища Сталина идти. Мы тебе поможем. Ой, да что загорные комбайны, А не машины красота. Голь рубят, уголь грузят, А под собой им чистота. Послушай, о чем они поют. Они о комбайне поют. Ну раз в Донбассе заперись, значит, дело пойдет. Вот да устарел мой ухажер, А с молотком слабоцай, За комбай сбери шахтер, А потом невесту слабоцай. Да, я. Хорошо. Нас вызывает в Москву правительство. Таким образом, Наши расчеты обрагались. Угольный комбайн, Как мы и предполагали, Намного увеличивает Добычу угля. Намного, товарищ Сталин. Это хорошо. Но вы лично убедились, Что угольный комбайн Значительно облегчает условия труда наших шахтеров. Да, товарищ Сталин. А что в Донбассе говорят о комбайне? Не только говорят, товарищ Сталин. Уже песни поют. Как же песни поют? Интересно. Интересно, о чем же поют? Да слыхал я как-то на шахте Девушки пели. Ну-ну. Пели устарел мой ухажер С молотком, с лопатой. За комбайн бери шахтер, А потом невесту сватай. Ха-ха-ха. Дельный совет. Узнаю, Донбасс. Молодежь, конечно, за машину, Это закономерно. А что думают старые шахтеры, кадровики? Запомнилась одна фраза, товарищ Маленков, Сказанная одним старым шахтером. Врубовая машина, Мне 20 лет трудовой жизни прибавило. Рассчитываю, что комбайн Еще лишний десяток лет Позволит работать на шахте. Хорошо сказал. Понял основной. Понял, что механизация Даст нашему рабочему Возможность как можно дольше жить. В полнокровной трудовой жизни. А кто это сказал? Почетный шахтер шахты 4БИС Товарищ Недоля. Недоля. Степан Павлович. Ага. Ну что ж, Комбайн приветствует всех. Как говорится, и стар, и млад. Будет более правильно. Если И для начала Только для начала Мы внедрим 500 комбайнов. 500. Это еще один шаг К коммунизму. Вот именно. 500. Вот помню, год тому назад Вот в этом же кабинете Мы вели разговор С Сидор Трофимовичем Горовым Об испытании Первого комбайна на шахте. А сейчас? А сейчас на шахтах К комбината работает Уже 170 комбайнов. Ну и что ж ты? Доволен? Да неплохо, Алексей Федорович. Неплохо, да и нехорошо. Вот иным руководителем Дело так и представляется. Простое, мол, Техническое перевооружение. Замена ручного труда машинами. А дело ни в одной И не в десяти машинах. Идет великая подземная революция. Корни, меняющие Самые основы шахтерского труда. Самый облик шаг. Самый быт шахтера. Соседняя область Нас обгоняет. Но им хорошо, У них пласты удобные. Да и кровля крепкая. А ты, видно, Отлично разбираешься В геологии, Павел. Я же инженер, Алексей Федорович. Да, инженер. Вот я сегодня тебя слушал, Слушал и удивлялся. Молодец, хозяйственный. И цифры, и документы, Технические обоснования. Все честь-честью. Да учимся, Алексей Федорович. Да, я вот все ждал только, Когда же ты, наконец, Парторг о людях вспомнишь? А я разве не говорил? Да говорил, говорил. Да все у тебя как-то гладко получается. Без сучка, без задоринки. А так не может быть. Комбайн должен был Вызвать перемены в жизни людей. И ты нам не рассказал, Чем живут, О чем мечтают И как растут люди. Что произошло в жизни людей От того, что появился комбайн? Товарищи, товарищи, Кто такие? Это что за люди? А мы, корреспонденты мы. Чего? А что? Корреспонденты. Корреспондентов пускают ваши комбайны смотреть, А нам от чего же нельзя? Извывка мы. Сколько комбайнов у нас нет, Но на днях предвидится. Так что желательно Предварительно посмотреть песни. Шахтер мы. А я сам из Бокова. Да, по тому же делу. По тому же делу. Ну, нам сам главный инженер уже разрешил. Ну? Ну, что ж, раз сам главный разрешил. А это кто, тоже корреспондент? А? Чего, чего? Петрович! А ты-то меня узнал? Сидор Трофеев, врач. Брось, брось. Здрасте, Сидор Трофеевич. Здрасте. А ты-то здесь зачем? Посмотреть. Посмотреть перед смертью, А то как же нехорошо. А сколько же лет ты в шахту не ездил? А пятнадцать лет? Ну, пятнадцать лет. Ну, ничего. Вот внук он доведет. Небось, выработки-то у вас теперь еще далекие. О-о-о-о. Боюсь, и ты далеко будешь. Ничего, ничего. Вот, внук. А зачем же ходить? У нас теперь в шахте шахтеры пешком не ходят. Это как же? Ага, вот так же. А ну, давай сюда. Давай, давай. Корреспондент. Ну, садись на рог, сейчас вас повезут. Только костей бойте, а всех? Всех, всех шахтеров. А чего им зря полтора часа терять на пешее хождение? Шахтеры с собой травмай его. Ну, а как же? Господи, чего? И помирать не надо. Не надо. Пойдемте один. Пойдемте один. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В диспетчеры? Молчи. А зачем именно на этот участок, раз уже товарищ там есть? Нет, это ведь черт знает что. Мы разработали сквозной график, мы добились цикличной работы, думаем давать два цикла в сутки, а меня сидит трафик. А нам нужно, чтобы вся шахта работала циклично, ровно, ритмично, четко. А почему мы не можем работать так? Что нам мешает? Вот это, простите, слабость нашего управления. Володя, я тебе большое дело предлагаю. Будь настоящим главным диспетчером Шинкты, организатором и руководителем. Но ведь я же инженер, инженер, а не телефонная барышня. Сид, Трофимович, да что же это такое? Да сочувствую я тебе, Володя. Вот, Паша, скажи. Диспетчер, трудная и хлопотливая работа. Правда, не пыльная, но трудная и ответственная. Ну, что ты думаешь? Ты думаешь, я трудностей боюсь? Ты ходишь, ты так? Я. А куда ж тебя теперь девать, птаха ты моя милая? Дорогой ты мой диспетчер в юбочке. А мне и лучше. Я и сама. Что? Я и сама хотела проситься. Я Сидор Трофимович на учебу хочу. На учебу? Я ведь понимаю, надо стать инженером. Довольно уж, побыла телефонная барышня. Угу. Это ты неплохо решила. Да. Дедушка. Угу. Угу. Дедушка, что с тобой? Что случилось? Чего расстроился? Он шахту свою не узнал. Свою родную шахту, Сидор Трофимович. Вот люди добрые. Слушайте. Цельный век свой работал. Об ушел до лопата до санки. А сейчас комбайн. Комбайн. И свет в лаве, как солнечный. Ну, чего же плакать? Радутся нам. Мне жизнь свою жалко. Смешно это, дедушка. И чего бы то я заплакал. Сомбайн и комбайн. Обыкновенная машина. Ничего особенного. Вот теперь бы жить. Как бы молодость. Теперь бы в шахтеры пойти. Мы с тобой, Петрович, свое сделали. Из нас ничего бы этого не было. Вечер. А вот для тихая. Смешно это, дедушка. Вечер. Сомбайн и комбайн. Да. Сомбайн и комбайн. Нет, ничего не случилось, я так зашел. Никогда ты домой днем не приходил? Всегда на шахте. Ну а что шахты? На шахте дела хорошие. И без меня как-нибудь обойдутся. Может быть, заболел? Опять все? Да не, Маруся, тебе всегда дурное мерещится. Играй, играй, Юрьич. Может, я по тебе соскучился. Ой, врешь, Сидор, врешь? Да вот, что, приготовь мой мундир, я в город поеду. Сидор. Ну? Что случилось? Мундир, мундир. Это приказ-то читал? А что, какой, какой? Ну, приказ министра. Где, где? Погоди, Юрий Городович. Приказ? А вот, читай. Главное, то приятно, что заслужено. А действительно, ты ведь первый внедрил комбайн. А помнишь, как здесь на бюро? Ты маленько заупрямился. Мне, мол, лишней Славы не надо. Свою некуда девать. Бэлла? Спасибо. Все помнили, Алексей Федорович. А Слава опять к тебе? Да. Ты что? По делу ко мне или так, мимоходом? По делу, Алексей Федорович. По делу. Слушаю тебя. Алексей Федорович, я прошу освободить меня от заведования шахтой. Что? Прошу освободить меня. Подожди. Ты что, заболел? Есть немного. Возраст. Ах, возраст. Не в том дело, Алексей Федорович. Ну, а в чем же дело? Не могу. Не годен я. Ты со мной не хитри. Ты говори со мной проще. Ты что это хныкать вздумал? Ты же руководитель большого дела. Ты... Нет, я уже не руководитель. А это? Про кого? Не про меня. Да ты же хозяин передовой шахты. Или нет? Нет. Был я. А теперь... Теперь и хозяин, и душа всей шахты, главный инженер Андреев. Вот я и прошу его назначить вместо меня. Только вы сейчас там не поссорились с Андреевым? У вас бы с тобой, Алексей Федорович. Ну, всякое не бывает. Ну, что с Алексеем? Нет. Я говорю, ну... Ну, а в чем же дело? Скажу. Ну, садись. Я, Алексей Федорович, человек честный. Люди в Донбассе меня знают. Был я простой забойщик. Ну, тебе жизнь моя известна. Двинула вверх меня партия. Я за это низко кланяюсь. Моя партия, я верно ей служил. Ты и это знаешь. Знаю, Трофимович, знаю. И вот поставила партия меня, простого забойщика, шахтой управлять. Это ровно 20 лет тому назад было. Я управлял. Ну, как мог. Я со всей душой. Хорошо управлял, Трофимович, хорошо. Да, ну, я не спорю. Я старался. Образование, конечно, у меня не то, но шахту я знал. Но еще бы мне ее не знать. Я знал, я был на месте. И вот все ордена и медали, вот, я получил не зря. Я, ну, мне не стыдно. Ну, ну. И вот когда ты мне сказал, бери, старик, первый комбайн и дай ему путевку в жизнь. Я, правда, тогда поломался маленьком. Ну, я взял, внедрил. За это тебе и слава. Да. Но вот тут-то и ну, Алексей Федорович. Теперь на нашей шахте четыре комбайна. Да углепогрузочные машины, да горнопроходческие, механические крепления, диспетчеры, энергетики, механики, машинисты. И как кровли в новых условиях управлять, и как проходку вести. Ну, и тысяча, тысяча сложнейших технических вопросов. Ну, а я? Ну, кто я такой? Какие у меня знания? Я знал старую шахту. Я не спорю, я знал ее досконально. Но ведь теперь-то шахта другая. Это же не шахта. Завод? Завод. Завод. Для нее теперь большие инженеры требуются. Ведь на каждое маленькое дело нужен инженер. Так. Выходит, ты комбайн бородил, а он тебя... Не-не-не-не-не, не убил. Не убил, Алексей Федорович, этого не говори. Не убил, а поднял. На большую высоту поднял. И вот с той высоты я себя и увидел. И понял. Алексей Федорович. Да. Я без всякой обиды, как коммунист прошу. Ну-ну-ну. Видишь, я могу прямо в комбинат, конечно. Но я к тебе как коммунист пришел. Я так понимаю, раз я коммунист, я должен быть как двигатель. А теперь я. Тормоз. Ну и что же нам с тобой придумать? Я-то уже решил. На пенсию? Ну, Господь, товарищи, я с тоски помру. Пенсия. Ну-ка, держи. Ну, давай. Только не хитри, локоть сюда ставь. Вот так. Пожалуйста. Пенсионер. Нет, не в этом дело, конечно, Алексей Федорович. Вот если бы вы мне молодежь доверили. Молодежь, говоришь? Да. Вот я бы ребятам сумел рассказать, что значит учиться. И сам подучусь мне. А ты часом не растерялся, Сидор Дархайнович? А? Нет? Нет, нет, ты откровенна. Ну что ты, Алексей Федорович? А мне сдается, что ты растерялся. И вот от честности своей пришел ко мне. Нет. Знаешь что, Сидор Дархайнович, ты заявление свое возьми обратно. Мы тебя знаем, знаем и ценим. Ну, правда, диплома у тебя нет. Ну, а зато есть опыт. И как раз опыт в деле внедрения новой техники. Ах, дорогой ты мой, тебе еще такие большие дела предстоят. Ну, а разве я тебя о маленьком деле прошу, Алексей Федорович? Ну, разве это маленькое дело смену готовить? А? Вот ты говоришь, опыт. Ну, есть, я отрицаю. Вот я и хочу весь свой опыт новому поколению передать. Понимаешь? Молодежь научить шахту любить, вот как я. Нет, нет, конечно, это дело большое. Большое дело. Вот я и прошу, доверьте мне. Ну, а ты это так твердо решил. Ну, вот. Ну, что ж. А я обещаю, все, чему я научился, все молодежи передать. Ну, а чему не доучился уж. Что? Что? А? Теперь доучился. А что, думаешь, поздно? Да нет, учиться и до ста лет не поздно. Ну? Это товарищ Сталин сказал. Ну, так вот. Лида, я пришел тебе спрашивать. О чем, Вася? Любишь ты меня или не любишь, отвечай. Ну, вот опять. Нет. Если любишь, собирайся, едем. Куда? Ну, это мы найдем куда. Не в одном только Донбассе уголек. Есть и в других местах. Ты знаешь, Вася, я решила поступить в ворный институт. Я уже заявление подала. Да ну. Ну, что ж, желаю успеха. Учиться хочу. Правильно. А я работать. Работать хочу. Аж руки гудят. Ты бы машинистом мог стать, если бы захотел. А ты думаешь, я не хочу? Да у меня аж глаза разгораются, как только я на этот комбайн посмотрел. Ух, машина. Ну, так чего, что? Сказать? Скажи. Стыдно мне здесь в школу бегать. А ты, Вася, на другую шахтал? Был. Уже везде был. Я бы тому фотографу, который мои портреты в газетке печатал, руки бы оторвал. Нет, Лида, в Донбассе меня все знают. Я должен далеко уехать. Далеко уехать. А вот ты посмотри на Андрея Постойко, своего дружка. Известный теперь человек-мыша, машинист. А ведь не постеснялся, учился. Ха, известный человек. Тоже мне шахтер безгода неделя. А вот о нем скоро весь Донбасс заговорит, вот увидишь. Ну, ладно, обо мне скоро может весь Союз заговорить. Ничего не известно. Ну, решай, Лида, едем или нет. Как же так? Внезапно и... Ну, да, я понимаю. Ну, тогда прощай, Лида. Если любишь, дождешься. Ну, а если не любишь, ну, что ж. Вася. Вася! 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 Ага. Сидор Трофимович. Ты тут зачем? Да так, я вот прогуляться. Ага, гуляю. Да, никуда не спешишь. Нет. Нет, нет, нет. Пойдем посидим. Так ведь я пивка выпью. А, ну можем. Лита! А? Лита, ну? Уехал уже? Что, уехал? Не знаю. Ну, а что ж я у вас спрашиваю? Так вот я всюду его ищу. Ну? А, здорово. Ты Васю не видал? Ну, вот одни только умные люди попадаются. А Васи нет, пропал. Вася не пропал, а нигде не пропадет. А вы хоть у нас тут и машинист без года недели, но все ж неизвестно, про кого раньше люди добрые слова скажут. Вы ж меня не поняли, Лита. А вы не поняли своего друга Васю? Как так? Вот вы, кажется, вместе с ним войну начали? Вместе. Чтоб там вам по-разному ее закончили. Почему? Так Вася-то у нас младший лейтенант. Ну? Ну, а вы кто? Кто? А я старший. Что-что старший? Договаривай-то, договаривай. Сержант. Чувствуете разницу? Вот и опять так будет. Чувствую. Ну, где его черта разыскать, а? Через газету, что ли? Что Вы сказали? Нет, я говорю, сбежал жених в черной масти. Глаза умные зовут Васей. Так что... Я знаю, как его найти. Отправляйся в поезд. А что? И чего это людям на месте не садится? Провожай. И чего ищут, да? Как говорится, рыбы ищут, где глубже, а человек, где лучше. А где шахтер лучше, чем у нас в Донбассе? Где? Девушка? Девушка, будьте, пожалуйста, парочку жгудовцев. Сейчас. Нигде для шахтера нет лучше места, чем наш Донбасс. Ну вот, поди же ты, каждому свое. Ай, Вася, 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 я думал, что ты к Донбассу уже душой прирос. А как же я... А он кто? Кто? Перекати поле. И все. Ну вот что, Сидор Трофимович, каждый своим умом. Умом? Ум-то еще нажить надо. У тебя одни мышцы, мозгов нема. А чего это у меня нема? Да были бы в мозге не делал бы то, что ты делаешь. А что я такое делаю? Что делаешь? Сам не знаешь, что ты делаешь. Ну куда ты собрался? В Кузбасс, Караганду. Ну в Кузбасс. Зачем? А затем? А затем, что мне лучше из Донбасса уехать. Я ведь, Сидор Трофимович, не могу в обозе быть. Я, Сидор Трофимович, гвардеец. Вижу, вижу я. Я, если хотите знать, сколько шахт обошел, нигде себе места не найду. Ну чего, чего вы? Шахту без машины искал. От комбайна спасаешься? Я не от комбайна, я от другого спасаюсь. Ой, не хитри, Вася, не хитри. Да? Да. А вот вы догадайтесь, Сидор Трофимович, чего это я в Кузбасс еду, а? Боишься с машиной не совладать, вот отекаешь. Только даром ты, Вася, на билеты потратился. Даром. Везде уже комбайн. Да. Везде. Хоть в Караганду подайся, хоть на самый Шпицберген. Правильно. А вот вы и не догадались, Сидор Трофимович, я же по другой причине. Я же всей душою на машиниста. Ну да. Да потому и еду. Ну крутишь, Вася. Сидор Трофимович, меня же тут все наперечет знают. И вдруг я в ученики. А, спасибо. Так, Вася, а там готов хоть с азбуки начать. А, Б, пожалуйста, и не стыдно. Что? А, дайте мне только срок курса закончить. Я такое дело с комбайном надумал. Ну да. А, вы тут все в Донбассе-то ахнете. А ну-ну-ну. А, ну-ну. Ну, видишь ли, Вася, цыплят по осени считает. Так кто ж цыплята, а моя фамилия Орлов? Орлов, Орлох. Только не из тех орлов, что в небе летают, а из тех, что на заборе каркают. Больно у тебя самолюбие распухло. Нет, ну, Сидор Трофимович, вы же меня можете понять. Ну, вот вы начальник шахты, и вдруг... Нет. Что? Я уже не начальник шахты. Как? Не начальник. Сняли. Сняли. Так. По моей собственной просьбе сняли. А, ну, и куда ж вы теперь? А, учиться. А, что? Смеешься, не веришь. Серьезно. Я свое самолюбие не в чемодан укладывал, как ты. Под глубже спрятал. А учиться и до столетней стыдно. Знаешь, кто это сказал? Нет. Товарищ Сталин это сказал. Внимание! Гражданин Орлов! Гражданин Орлов! Гражданин Орлов! Зайдите в комнату... А? Чего им? Повторяю. Может, документы потерял? А? Нет. Здесь. Чего им нужно? А это Оставь, Оставь. А? Я подожду. Ведь вместе домой поедем. Ну да, отправим. Вот научитесь горному делу, и вас так же будут встречать. Нам пластиковые палаты. Еще продым دем sich месяц новой поиске. Хотя хочу быть aceite. Но, если лады не таких, целовеческие, то угроза на них нет. Иную punкет надступными. Блин, отдаю, недобав remembers все деньги, аппетиты. Игитем tweestens. Натали на девять. Эдерег sip Player. Еще не вернулся на Евгений. Товарищи! Товарищи! Итак, други мои, поздравляю я вас с нашим Днём Шахтёрским! А как же с тем, что только что наша шахта досрочно свою пятилетку выпалила! А я, между прочим, свою восьмилетку! Так же, делом-то я тут с вами, а душа у меня в 53-м году! Так сказать, коммунизму ближе! И оттуда смотрю я на вас и думаю! Хорошо вы живёте, Шахтёр! Красиво! А ещё лучше жить будем! Так, Сидор Трофимович! Так, Стёпа! Обязательно так! Между прочим, завидую я тебе, Сидор Трофимович! Вон у тебя детей сколько! Хорошо! Для детей мы живём! Для внуков! А что не так? Так! А, то-то что так! Вам! Вам наши шахты в наследство оставим! И комбайны наши вам передадим! И весь Донбасс! И широкой, и глубокой, и счастливой! Всё вам! АПЛОДИСМЕНТЫ Повезло вам, ребята! Вон у вас учитель какой! Сидор Трофимович Горовой! У него и постарше вас мужчины учились и в люди выходили! И вы выйдете! Я ещё с вами в лаве встречусь! Вместе поработаем! Верно? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Слушайте, мама, слушайте! Да велось и мне на комбайне поработать силу свою сберечь их! Да на нашей шахте теперь до ста лет можно работать! И буду! Слышите? Буду! До ста лет буду! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Новый домик дает мне советская наша власть и закрепляет пожизненно! Спасибо! И опять я вас, люди, спрашиваю, почему мне такое счастье на долю выпало? А потому, товарищи мои дорогие, что повезло мне кругом! Повезло, что в России родился! Повезло, что в один век в одно время с великим Сталином живу! Ура! 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 Родной, Родной нас, товарищ Сталин, о наших шахтерах, как о детях заботиться! Должны и мы о своих детях подумать! Младшая моя дочь Лидия! Лида! Сегодня замуж выходит! Они с мужем молодые, только жить начинают! Вот и живите, детки, счастливо в моем новом доме! в моем доме семена и все остаются для меня! Вася! Вася! На, Светчок! В Хар Profián! Поехдя в Омбро! КОНЕЦ Лизонька, что ж ты замуж идёшь, а слёзы не льёшь? Значит, я же мне плакать не могу. Вам-то невестам теперешним плакать не надо. У счастья на виду живёте, всё для вас приготовлено. А мы когда-то уж так-то плакали. За шахтёра идти, горе-горькое нести. Под землёй дневали, в землянке ночевали. А теперь будешь с мужем в просторе и счастье жить. Живите же, дети мои, радостно и дружно. КОНЕЦ 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 Ох, хватит вам там слёзы пускать. Выпьем, товарищи, за наших молодых, Чтоб им тут жить не тужить, И ещё шахтёров растить, Знаменитых на весь Донбасс. А счастье молодое, товарищи! Вроде как Горько, а Горько! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Горько! Горько! Вот за это я выпью. Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте! И за счастье, и за любовь, А главное, за будущее наших молодых. Алексея Федоровича, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте! Ух ты! Ну, Лида, желаю тебе стать хорошей женой, Счастливой матерью и замечательным инженером. А тебе, Вася, как же ты от лопаты отказался? Не вспоминать, Алексея Федоровича. А, ну, не буду, не буду. Ну, за твоё будущее, товарищ механик, водитель комбайна. Только смотри, от жены не отстань, Она у тебя скоро инженером будет. За будущее всей вашей семьи, За будущее вашей шахты, За славное будущее нашего родного Донбасса И всей нашей любимой родины! Ура! Молнышко за дымом не видать, А сегодня в нашем крае благодать. Как за дым в Донбассе шахты расцвели, Люди счастье достают из-под земли. Как за дым в Донбассе шахты расцвели, Люди счастье достают из-под земли. Мир открыт для вас невеста и жених, И не щель друзей, товарищей, родных. Вам преданное даются навсегда Наши степени, сады и города. Вам преданное даются навсегда Наши степени, сады и города. Сколько угля в глубине хранит Донбасс, Столько в жизни будет радости у вас. Если не был ты в Донбассе, приезжай, Вместе с нами ты полюбишь этот край. Если нет, ты в Донбассе приезжай, Вместе с нами ты полюбишь этот край.